Совсем скоро наступит волнительная пора для всех школьников – экзамены. С 2009 года единый государственный экзамен стал основной формой выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в вузах. В преддверии этого события в общественной палате прошел семинар обучения общественных наблюдателей за процедурой ЕГЭ. Каждый год после проведения единого экзамена возникают вопросы о нарушениях. Решить проблему техническим путем, установив в каждом классе камеры, полностью невозможно. В связи с этим возникла идея задействовать общественных наблюдателей. И в 2011 году появился подобный институт. Возможность стать общественным наблюдателем есть у каждого. Для этого нужно подать заявление на аккредитацию в Московском центре качества образования. Либо пройти электронную регистрацию на сайте этой же организации. Чтобы обеспечить качественную подготовку общественных наблюдателей, в этом году проводится дистанционное обучение, после которого претендент сдает тест на сертификат. Подготовка проходит с 31 марта по 26 мая. Рособронадзор получил нам это обучение еще в марте месяце. Поэтому с марта у нас постепенно регистрируется уже более 12 тысяч человек. На сегодняшний день закончило обучение 653 человека. А обработаны, то есть разосланы пароли, логины всем тем, кто зарегистрировался, уже более 7 тысяч человек. Это люди со всей страны, это не только москвичи, но и представлены различные регионы. Все обучение строится на тех принципах, что должен общественный наблюдатель делать в том месте, куда он пришел. То есть от начала момента входа в пункт приема экзаменов и до момента его покидания. В этом году произошли изменения в структуре проведения экзамена. Теперь общественный наблюдатель имеет допуск ко всем этапам процедуры ЕГЭ, в том числе к проверке заданий и апелляции. Перед входом в класс будут стоять металлоискатели, чтобы ни ученики, ни наблюдатели не смогли пронести мобильные телефоны. Наблюдатель не должен вмешиваться в сам процесс экзамена. Для них важно отмечать нарушения. Не были ли пакеты заданиями, порваны заранее. У всех ли присутствующих в классе есть удостоверение. Особенно призывают обратить внимание на проверку заданий, так как именно во время этого этапа ранее возникало больше всего вопросов. После экзамена наблюдатель заполняет акт, в котором отмечает те нарушения, которые выявил. Специальная комиссия рассмотрит каждый случай отдельно. Последние годы ЕГЭ с точки зрения контрольно-измерительных материалов меняются каждый год. У нас уже есть ряд предметов, по которым нет фактически тестовой части. Министр образования Российской Федерации озвучил, что со следующего года тестовая часть уйдет и в других предметах. Мы активно говорим о необходимости разделения экзамена на два уровня – базовый и профильный. Экзамен становится более соответствующим тем программам, по которым ведется обучение в наших школах. И это очень важно. Это и есть элемент справедливого отношения к ребенку. Все эти меры будут соблюдаться для того, чтобы обеспечить прозрачность проведения единого государственного экзамена. И тогда каждый ученик будет уверен, что его знания оценят справедливо. Продолжение следует...